Несколько десятилетий отделяет нас от периода забвения. Во времена гонений рушили храмы, сажали, убивали священников и прихожан. Но люди не отказались от веры во Христа. Несмотря на машину репрессий, остались верны православие. В Свето-Троицком храме в село Конобеево на фасаде уиковечена память местных новомочеников Николая Скворцова и Владимира Ушкова. Сегодня особый день, когда верующие обращали молитвы к святым на архиерейском богослужении. После встречи владыки архиепископа Константина Зарайского началась литургия. Несмотря на будний день, сюда, в Троицкий храм, приехали жители со всего округа. Один из новомочеников – священник Николай Скворцов. Его чаянием с 1907 по 1911 год построен новый троицкий храм в селе Конобеево. Другой, Владимир Ушков, служил здесь старостой. Он жил рядом с домом Лидии Ивановны Кузнецовой. Один, я и помню, он даже жил около нас, этот уж как он, Ушков. Ну, вы знаете, я еще тогда маленькая была, даже вот этот храм помню, вот этот вот, туда, как. Ну, а уж я сейчас забыла. На ее глазах церковь закрыли. В помещении стали складировать просоленные свиные шкуры. Позже церковь использовали под зернохранилище. Здесь молотили рожь в церкви, да, но нам ключи не отдавали, не хотели отдавать. Все помню, как дождь, как приходили, как все здесь развал был. Ой, в середине храма вот такая канава была. Привозили, засыпали там ее. Ну, все, что могли, делали. В 90-м году Лидия Ивановна с другими прихожанами стала по крупицам останавливать храм. Рос приход. Только за последние годы при нынешнем настоятеле Протерея Сергия Рыбакове после капитального ремонта стен стало светлее. Обновили алтарь, установили на фасад памятные доски канабельским святым. 30 лет приходской жизни – это шаг вперед к возрождению православия. Оглядываясь на прошлое, мы не должны забывать ошибки истории. Об этом владыка Константин Зарайский говорил присутствующе. Наши новомученики – это нам некое напоминание о том, что мы должны быть верными Богу не только в свободное время, но и в время, когда не очень радостно. И причем это касается не только времени, связанного с государственными реформами, это касается нашей личной жизни. Поэтому наши новомученики, а сугубо этот святой храм знаменит тем, что здесь два человека, связанные с этим храмом, батюшка и благочестивый Милинин. Вот, коронизованный Николай и Владимир, вот они покровители этого святого храма, они молитвики за этот храм пред Богом. Вот, и мы должны обращаться к ним в молитве, вот, чтобы, когда нам бывает трудно и тяжело, чтобы через них мы укреплялись в делании доброй христианской жизни. После службы на церемонии отметили грамотами митрополита Ювеналия труд тех, кто помогал восстанавливать храм. Впереди реставрация еще одной святыни, одной из древнейших в городском округе Воскресенск. Храм Святой Троицы был построен более трех веков назад в стиле московского барокко. Евгений Светлый, Евгений Стародубов, Новости, Искры ВЭКТ.